Решил устроить сюрприз для школьницы из Шелнов. Военнослужащий с позывным «Барс» вернулся в краткосрочный отпуск в родной город. Боец успевает уделять внимание не только своей семье. Сегодня он посетил гимназию номер 54, где учится девочка, письмо от которой он получил в преддверии 23 февраля. На их встречу побывала и наша съемочная группа. Вирослава Тигр даже растерялась немного. Совсем недавно она писала письмо военнослужащему, рисовала рисунок. И вот он, боец с позывным «Барс» стоит перед ней. По словам девочки, она даже не может передать те эмоции и чувства, которые испытывает. Я была очень рада тому, что ко мне пришел солдат. И у меня был сегодня плохой день из-за того, что я не выспалась. Но когда пришел солдат, у меня сразу же поднялось настроение. Военнослужащий с позывным «Барс» и хотел поднять настроение Мирославе. Мужчина тоже рад, что его сюрприз удался. Вот я даже сейчас могу вам показать письмо. Он же такой же воин идет на посадку. Я очень сильно обрадовался этому. Поэтому я думаю, почему бы не сделать тоже приятно, как мне сделать более приятно на 23 февраля. Поэтому я решил тоже посетить школу. Может, и детям что-то будет интересно услышать. Видимо, сейчас вместо урока математики у школьников будет урок мужества. И ученики смогут задать все интересующие их вопросы военнослужащему. Не только вопросы задавали, но и стихотворение рассказали. Пусть небо будет голубым, пусть в небе не клубится дым, пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат. Чтоб жили люди, города, мир нужен на земле всегда. Гимназисты передали письма военнослужащему. Они были оформлены в виде белых голубей. Ведь они олицетворяют мир. Эльмир Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны.